Книга открытым оком, 14 том, вопрос 2894. Как производилась уборка в храме, высвятая святых, в ветвозаветные времена, если позволялось входить туда только один раз в год и притом только перед священнику? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нужна ли была там уборка, если все было запечатано за завесой, как в термосе? Может быть, в этом и не было нужды, ибо и пыль свидетельствовала о том, что никто туда не заходил. Даниила, 14 глава, 19 по 20 стих. Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь и сказал, посмотри на пол и заметь, чьи это следы? Царь сказал, вижу следы мужчин, женщин и детей. Книга Даниила, 14 глава, 19 по 20 стих. Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь и сказал, посмотри на пол и заметь, чьи это следы? Царь сказал, вижу следы мужчин и женщин и детей. Если вход был дозволен только одному, то вопрос и отпадает, значит ему и убирать. Случайно, что кто-то бережет свою комнату от посторонних глаз, как Гитлер, Павлов, то сам ее и убирает. У меня на подсобном столе самый настоящий яролаж. Но это только не сведущий может так подумать, тут каждый листик на своем месте. И уборку делать на этом столе я никому не разрешаю. И даже прикасаться к нему. На шкафу такая надпись висит. Исход, 30 глава, 10 стих. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвой за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великой у Господа. Евреям, 9 глава, 7 и 25 стих. А во вторую однажды в год один только пересвященник и не без крови, который приносит за себя и за грехи неведение народа. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как пересвященник, входит во святилище каждогодно с чужой кровью. Стихотворение. Церковь тело, а глава Христос. И голове претензии от мира. Несправедливости зачем жара мороз. И столько вдов послевоенных сирот. В самом писании не счесть противоречий. Куда, мол, смотрит Бог, бушуют войны. Болезни новые, и их лечить нам нечем. Нас растрясло всего, и не упомним. То тело обезглавленное лежало. Утихла боль, условно на три дня. Не только Иисуса учеников нам жалко. Они нам не чужие, а родня. Глава воскресла, вознеслась к Отцу. А тело радовалось, в счастье ликовало. Готовят встречу, и плоды несут. Хотя, по первости учеников и мало. Вся церковь, тело, целый организм. Его к олимпанам апостол описал. Глава 12, полный коммунизм. Анатомический разрез. Представил Павел. Скрепление, зависимость, взаимосвязь. Все в совокупности представит тело целым. Мы, государство, село с кровью, сердце с кровью князь. Оно и ночью не лежит без дела. Наш разум царствует, и он всегда в почете. Ум добываем крохами годами. Пузырь невежества зря надувает щеки. Он в теле может быть царем поганым. Кто я, глухое ухо, завидующий глаз? А может, сила у другого члена? Уж лучше быть калекой, чем подать соблазн. Очистить рот, не испускать бы пены. Благую весь ногам моим нести. И языку вещать глаголы иеговы. Здесь в стиле бренном душенька гостит. К своей главе взойти всегда готово. 2005 год. Игнатий Тихонович Лапкин.